На сцене театральная студия Лицидия. Пьеса «Любовь без дураков». Привет зрителям третьего тысячелетия от средневекового странствующего театра комедии Маса Дель Ярте. И лично от меня, Капокомико. Вы спросите, а кто он такой, этот Капокомико? Отвечаю, Капокомико – руководитель этого самого театра. А судьба театра была такой разной. Была слава, когда профессии актера, драматурга были почетными. Были и гонения, запреты, цензура. Но твоих героев, отражавших самую суть человеческой природы, люди не забывали никогда. Так, около 1550 года в Италии появился странствующий театр комедии Маса Дель Ярте. Актеры так сживали свои роли, что даже путешествовали в своих сценических костюмах. Смотрите, не они ли показались там, на горизонте? Маса Дель Ярте. Мир морозом скован, словно колдова, птицы не поют песен у стрихи. А в степи глубокой бродят одиноко, милые гримы чудаки. Сделят и метели белые постели, навевая сны про уютный кровь. Злой охотник ветер оставляет сети, носки тальцев чужаком. Маса Дель Ярте. 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 Мама, мама, смотри, в наш город прибыли бродячие актеры. Что за безобразие, что за шум в такую рань? Наш город прибыли бродячие актеры. Ах, хоть что-то случилось в этом городе. Отошила я себе новое платье, и некуда его одеть. И то верно, у меня ведь тоже новое платье. Правда прелестное, мне его из Парижа прислали. Достопочтенные жители славного города! Дамы и господа, сеньоры и сеньориты, Только для вас и только одно представление. Всемирно известная, повсеместно интересная, Трагически комическая, таинственно мистическая, Трупа бродячих комедиантов. Имеет честь представить вам гениальнейшую трагедию Любовь без дураков. Прекрасный летний вечер Сад глупого и жадного купта Панталона Ах, Каламбин, как я вас люблю! Любовь моя сильнее, чем даже страх пред Панталона. И получив записку вашу, я тот час бросился сюда. Ах, Пьеро, душа моя полна печали. Мы видимся с тобою в последний раз. Хозяин мой противный Панталоне Жениться вздумал вдруг на мне. Ах, он подлет! Похитил счастье он мое. Он, он будет любоваться прекрасным обликом твоим. А мою делу теперь страдание. Прощай, Пьеро, я сохраню твой образ в памяти своей. А ты храни булавку, что подарила я тебе во время прошлого свидания. Простишь ли ты меня, не знаю. Но сам себя я не прощу вовек. Твоя, моя булавка с камешком. О, ужас! Упала в щель под половицу. Уж верно говорят, беда одна не ходит никогда. Ах, что же делать? Из драгоценностей моих осталась лишь вот эта вот скакалка. Возьми, Пьеро, ее уж ты не потеряешь в щеле. Спасибо, как же ты добра! Всю жизнь мечтал я о скакалке. И вот мечта моя сбылась. Как счастлив я, что будет тей предмет Напоминать мне о моем несчастье. Придурки влюбленные! А это Орликин, бойкий и остроумный слуга купца Панталоне. Кончайте ворковать! Сюда идет Панталоне! Прощай, Пьеро, Коломбина, прощай! Да, этот беззельник запропастился! Орликин! Что прикажешь? Не прикажешь, а прикажете. Ну, ладно. Мы приказываем привезти сюда Коломбину. Что? Это я приказываю тебе привезти сюда Коломбину. Умник. От дурака я слышу. Коломбина, к хозяину! Здравствуйте, хозяин. Чтоб я вам в свете здравствовал. Ну что, душа моя Коломбина, готова ли ты к свадьбе? Готова. Убежать от тебя, старый дуралей. Что это ты там бормочешь? А это я говорю, что мы любим тебя. Дурачьте. Вот это мне нравится. Молодые красивые девушки должны любить богатых, красивых, молодых. Панталоны. Вот именно. Идея повезти всех жителей, что свадьбу я назначаю на зал. Тем временем, Пьеро предавался своему обычному занятию. Он плакал. Себя, друзья, мне очень жалко. Я очень много слез пролил. Ты уплыла, моя русалка, А я ведь так тебя любил. Любовь любяло, как цветок, Ах, как же этот мир жесток. А вот вчера сидел на лавке И очень много слез пролил. Любовь любяло, как цветок, Ах, как же этот мир жесток. Себя, друзья, мне очень жалко, Я очень много слез пролил. Вот порвалась моя скакалка, А я ведь так ее любил. Хороший галстук для Панталоны. Слушай, я, конечно, хотел плевать на эти все любовные сюсюканье, Но ты мне друг, и я решил тебе помочь. Правда? Эх, мне уже никто не поможет, Ведь Панталоны отнял у меня коламбину, Булавка потерялась, скакалка порвалась. Не вешай нос, дружище. Мне никого, друзья, не жалко, И ни о чем я сейчас не лью. Пусть в море плавает русалка, Я рыбу вовсе не люблю. Любовь играют дураки, А поздно согнут от тоски. Любовь играют дураки, А поздно согнут от тоски. Мне никого, друзья, не жалко, И ни о чем я сейчас не лью. Зачем мне старая скакалка? Я завтра новую куплю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Вот так надо петь. А теперь слушай меня внимательно. Завтра придешь в сад Панталоны, И там мы... На следующий день состоялась свадьба Панталоны и Коломбины. Весь день гуляли и веселились гости, А вечером... Ну что, душа моя Коломбина, Понравилась ли тебе свадьба? А то за всю свою жизнь Наелась досыта. А много есть все же вредно. Вдруг растолстеешь, И будут все говорить, У богатого Панталона Жена толстая. Нет уж, ты привыкла есть помаленьку, Так преть и будет. Как прикажешь? Слушай, а куда это Орликин запропастился? Ведь с самого утра его нет. А кто его знает? Надо его позвать. Орликин! Что прикажешь? Ах, шутишь, душа моя. Орликин! Что прикажешь? Ну ладно, хватит шутить. Иди ложишь спать, душа моя. Орликин! Что прикажешь? Ну все, хватит шутить. Иди ложишь спать. Орликин! Что прикажешь? Ты что, глупенькая? Я, кажется, звала Орликина. Ты что, Орликин? А что, не похожи? Нет, не похожи. А вот теперь? А вот теперь похоже. Не трудно догадаться, догонит ли старый, дряхлый панталоны молодого бойкого Орликина. А Орликин защитит от дураков. Да будет так, пусть мир спасет любовь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова